Добрый вечер! На чужой карте шведы одолели соперника со счетом 16-4 или 5, то на Инферно все должно быть еще печальнее, хотя это слишком простая логика. Понятно, что Титаны у нас играют неплохо карту Инферно, если она осталась вообще в мапуле, если она здесь, то вроде как должны достойно сыграть. Но опять же, вы сами видели уровень команды, вы помните вчерашний Кобблстоун, вы видели только что Трейн, Титаны очень сильно отстают от шведов из Фнатик. Добрый вечер, я диспетчер. Ты просто сказал добрый вечер, я смеялся, мне было смешно. Добрый вечер, я диспетчер. Я что хочу сказать, есть статистика, но статистика, правда, очень маленькая выборка, она абсолютно ни о чем не говорит, но в Фнатике играли два раза с Титанами Инферно с мая месяца и два раза, естественно, выиграли. Притом один раз там хлам, один раз был какой-то экшен, был счет 16.9, один раз был счет 16.1 или 16.4. В общем-то, тут можно только гадать, сколько, ой, вот и кстати сейчас интересно посмотреть на защиту Фнатик, как они будут играть против, вот по аналогии с Энвиас, да, в предыдущем матче против НИПов. Как вот сейчас Фнатики будут действовать в защите, это очень интересно. Начинается пистолетный с того, что контролирует Банан и Фнатики занимают... Да, вот уже с Банана начали то, чего не было у нас в команде Инвиас, тем временем Титаны решили быстро пойти через ковры. Тут моментально хэдшот от Олфмейстера, а второй хэдшот еще GV, секретный клон, и он тоже нанесет очень много дэмэджа. Не рискует у нас игрок атаки, первый, который был красным, он вышел второй, Смит сделал минус, но Олфмейстер сделал трипл килл в этом раунде. Ждет теперь подмоги, выходит с бортика, делает уже практически квадрокилл, потому что его прицел тоже был на голове, но Пронокс, правда, украл у него Смитса. Без шансов, быстрый выход от команды Титаны через ковры, и довольно-таки быстро Фнатики справились со своими соперниками. Бритом там особенно не было никакой, ну, какой-то тактической задумки, GV с Олфм действовали на коврах, просто агрессивно поджали там комнату перед балконом, да, и три человека было на Б. И вот правильно ты говоришь, да, сразу отмечаешь, что... Ну вот опять, видишь, контроль банана, второй раунд тоже контроль банана от команды Снатик. Этого абсолютно не было. Да, но у него и НВС вообще не было, то есть они до этого так и не доехали до конца стороны. Так самое главное, знают же, по-любому знают, что нужно банан смотреть. Это же все-таки топовые ребята в CSGO, как же мы этого не знаем. Да, у нас принимают флюша, здесь двоих делают минус, и Олаф чуть в засаде. Бомба у нас лежит, уже лежит на Б, остается последний на А, это Шокс, минус Шокс, что-то на 0. Ну а Титаны, кстати, делали эко-бай, и без шансов Фнатики, естественно, этот раунд взяли. Девайсы им нет смысла никакого менять, остаются с петушком, остаются с дробовиком одним, дробовиком вторым. И, конечно же, будут фармить дальше. Пока что один фраг у Шокса, один фраг у Смитса Фнатики начали очень бодро и серьезно. Ну, говорит нам о чем? О том, что Фнатики, понятное дело, не хотят вылетать с этого турнира. Они нацелены на полуфинал, нацелены на финал, естественно. Кстати, вот следующие пары, там, по-моему, с Virtus.pro будут играть команда Фнатик, мне кажется. Надо будет еще раз проверить этот момент. Мы сегодня будем, кроме этих матчей, наблюдать еще два полуфинала, дорогие зрители. Это не, по-моему, TSM и Virtus.pro Фнатик, но мы еще перепроверим этот момент. На терровском респауне у нас сделал Экзистенс свой минус, 14 кп у него остается. Отжал дробовик у одного из игроков команды Фнатик, это был Кримс. Экзистенс пытается повесить довольно-таки на далекой дистанции с дробовика у него. Естественно, это не получается, счет 3-0 в пользу команды Фнатик. Но мы сейчас с вами все прекрасно глянем сами. Итак, Virtus.pro будет играть с победителем Фнатик. Это последний полуфинал сегодня, то есть он будет в самом конце. До этого мы будем наблюдать TSM против NIP после этого матча. И опять же, если по расписанию он стоит там на 6 вечера, то если Фнатик все-таки обыграет своих соперников, то расписание немножко сместится вперед, ну, потому что ESL не любит ждать. Ну, на самом деле, это правильно. Зачем ждать, зачем томить зрителей, всем непонятно чего сидеть, если действительно команда... На самом деле, это неправильно. Почему? Ну, сейчас мы докомментируем, обсудим. Начинается выход, точнее, готовится выход от команды Титан из дому. Ну, кстати, вот сейчас мы не подумали о том, что нужно все-таки законтрить банан, но там всего лишь один человек, и сейчас может просто свестись к банальной перестрелке, один на один, но тем не менее, вот видишь, все равно Фнатик и держит А в четвером. Да, это абсолютно верное решение. Они намного лучше в этом плане, ну, пока что показывают Инферно. Казалось бы, я же говорю, Envys серьезная топовая команда. Она понимает, что нужно контролировать банан на Инферно. Она почему-то с непами в той игре, она этого вообще не делала. Она вообще не делала никаких фишек. Ну, и в этом плане, конечно же, проиграли они непам отчасти из-за этого на карте до Инферно. Кримс играет пока что один на Б. У него, кстати, второй смог, и положили его на 35 секунде. Соответственно, где-то на 10 развеется. Моментальная граната. Кримс тоже кинул флешку, но отличные действия от Титан. Грамотная граната перед смоком, и повезло, что Кримс как раз-таки был вблизи. И в итоге Кримс скушал гранату и ослепил. Лохмейстер под деревом. Выдал свое место расположения, играя с пистолетом. Шок все время стреливает Пронокса. Ситуация 2 в 4. Очень хороший раунд в исполнении Титанов. Вот один человек был на банане. Они зашли на главку, оставили там экзистенса. И потом стянулись на банан. И заходили в конечном итоге они вчетвером на одного. Кримса, который был, правда, там в дыме. То есть, в принципе, Фнатики... Шок сделать. 2 на 2 была ситуация. Только что могли потащить Фнатики, но не ждали дерева. И пересрелял на скатушек игрок своего оппонента. А почему неправильно подгонять расписание? Ну, потому что Киберспорт выходит на более серьезный уровень. Есть понятие ставок. Есть понятие зрителя уже такого взрослого, который пришел с попкорном посмотреть. И он такой пришел, а уже карта прошла. Это где ты такое видел? Где видел? Взрослого зрителя. В жизни, скажем так, видел. Когда есть футбольные матчи, там, бокс и так далее. А, ну да, ну да. Не, ну я с тобой согласен, но опять же, отчасти. Вот, ну представь, вот сыграли, да, 2 команды, действительно, в хлам отыграли 2 карты. И у нас получается просто пауза в 5-6 часов. Ну, все, придумайте экшен какой-то или отдыхайте. Начинается выход у нас на точку B. Олаф Мейстер на кафеле. Начинается раскидочка гранат. Олаф жмет и 3 в 2. Неплохо. Разменялись на тег и флуша, как всегда. Через смог. Минус экзистенс. Остается Шокси 1 против 3. Прилетает гранатка на кафель. Ну и Шокси попробует, конечно. Была не была. Играет пока что за катушками. Фнатики ждут своего тиммейта с банана. Шокс первый пошел. Хороший хэдшот. И вот без размена поторопился немножко флуша. Но есть информация, знают, что где-то на церкви оппонент откидывает ему гранаты. Не самые точные. Прилетает смог. Шокси попытается, наверное, прошивать. И довольно-таки опасно играют парни с команды. Фнатик гомбо дефузится. Шокси почему-то этого не понимает. Начинает выходить. И... Буквально секунды ему не хватило. Даже меньше. Если бы чуть раньше делал эту фишку, он бы еще затащил раунд против команды Фнатика. Отличная работа от Шокса. Во всяком случае, счет 4-1 шведы ведут. Да, действительно, он задумал. Видишь, неплохо. Он даже, в принципе, тем, что он не шил в дым, он не спалил свое месторасположение. То есть, не понимали. В общем-то, дым лежал. Они знали, что он где-то в церкви. Но он же теоретически мог и обходить, правильно? То есть, он тем, что не шил, он не выдал своего местоположения. Они, в конечном итоге, буквально вот секунду, чуть-чуть бы он вышел раньше. Он бы убил диффузора и, возможно, подключил бы этот раунд. JV делает open frag в начале раунда минус RPK. Но, кстати, еще по закупке Титанов они решили опять подвергнуть экономике, свою экономику стрессом, так как это делает, например, Греция. Или Россия с Украиной. Ну, как-то так. Потому что, ну, опять же, выживало у нас два человека. И, мол, они думают так. Ну, как бы Шокси там чуть не потащил. И сейчас возьмем, если затащим. Ну, давайте посмотрим. Но там, в принципе, они правы, если возьмут этот раунд. То у Фнатик не будет денег. Как бы это единственное, из-за чего сейчас Титаны покупали. А вот теперь посмотри на расположение игроков и подумай о том, смогут ли они. Ну, да. То есть, с другой стороны, это, скажем так, экономический аспект. А другой аспект говорит о том, что это Инферно. И здесь еще тяжело берутся раунды с тэками и калашами, когда против тебя играет хороший, грамотный диффенс с полной амуницией. Но, тем не менее, Смитс вышел у нас на большие пески. Играет он с Драгонлором. Смотрит ковры. Тем временем у нас на Банане сейчас многое случится. Маньяк пересеривает Олаф Мейстер. У Маньяка была бомба. И, кстати, отчасти это хорошо, отчасти нет. Потому что теперь Фнатики знают, что бомба на Б. И у Маньяка шансов немного все равно. Один с ХП уходит на Банан. Слушу не ожидает. Пятый раунд для команды Фнатик. Да, стояла бомба. Но денег у Титана все равно не будет много. Хотя, Маньяк с Мидсейкзистенс могут опять купить. И опять же, два человека всего лишь у Фнатик выживало. Может, Титаны по-прежнему попытаются сейчас ломать. Пытаются ломать, но только попытаются. Хотя, судя по тому, как все происходит, все будет вот на этой карте развиваться по похожему сценарию, аналогично с трейном. Ну, действительно, видно, что команда, ну, не готова. Она просто не готова. И, наверное, людей, которые играют в этой команде, устраивают тот уровень игры, который... Ну, потому что, понимаешь, можно просто проигрывать, потому что ты слабее, да? А можно показывать игру, при этом, за которую, знаешь, вот болельщики похлопают, скажут, не, ну, братюнь, ну вы молодцы. Вы, конечно, да, ну Фна... Не, ну это же Фнатики. Но вы молодцы. Вы, конечно, и... Ну да, тут такого не скажешь. Тут не скажешь. Тут, понимаешь, тут, скорее, хочется тряпками по морде постучать. Хватит! Посмотри, тряпки сработали. Пацаны, играем тактику тряпки. 5-2. Может, на это же он может с тряпками поможет. Нет, а, кстати, с Na'Vi такая же история. Я тебе говорю, вот Titan, почему я говорю, что Na'Vi, это команда уровня Титана, не абсолютно одинаковая. Это одно и то же. Я тебе говорю, вот сейчас я смотрю на игру Титана, я понимаю, что были бы Na'Vi на их месте, они бы против Фнатиков делали бы то же самое. Ну, то есть... Сэзэшки от команды Шнатик. Просто твой смех адский. Он меня просто именно поразил. Меня перевернуло тут. Я упал, что что-то. Итак, у нас эко от команды Фнатик. Выход на точку Б. Кримс Сэзэшки. Флуша делает моментальный килл. РПК погибает. Начинается заход. И напоролись на небольшую, кстати, засаду. Два человека. Дефолт играли, по сути, команда Фнатик. Тут Кримс играет по-прежнему с Сэзэшкой. Мог бы, в принципе, попытаться дотянуться буквой Е до снайперской винтовки. И, возможно, бы еще одного... Убил человека, но тут все красные. Флуша забирает Экзистенса. Погибает Шокс. Маньяк остается один против двоих. И он с бомбой. Они даже на этом... Посмотри, как по-царски отыгрывают. Вот просто есть чему поучиться. Можно открывать демку и просто учить. Учить все. Вот учить, знаешь, смотреть от лица каждого игрока. И просто пытаться понять, почему он так мыслит. И собирая информацию, действительно можно стать игроком. Мне нравится сейчас, как играет Титан. Как Титан. Как играет Маньяк. Он сейчас вообще не читает. Они не знают просто, где он. Смотри. Он убивает, делает минус. А второй игрок... Вот я не понимаю, почему Пронакс пошел вообще на А. Зачем было разделяться? Да, в этом плане действительно не стоило разделяться. Потому что... Но они думали, мол, пойдет на А, пойдет на Б. И, скажем так, расчет был на то, что вот игрок на Б должен был сесть, как бы, еще немножко глубже, чтобы в любом случае Маньяк его не убил. А он сел за Б2, и Маньяк вышел таким образом, что увидел своего оппонента. В итоге Пронакс... Не знаю, где находится соперник. Только что он мог еще и раунд затащить, но отличная работа от Маньяка. Выручает он все-таки команду Титан. Счет ценится 5-3, и с горем пополам французы тащат раунд. Ну, кстати, нужно напомнить о том, что был эко-раунд у Фнатик. И вот, кстати, сейчас такая первая, первая, наверное, за две карты, первая слабая закупка вот прям в защите. Так что вот, ну, такая пограничная, да, там маг, легкие арморы. Но, опять же, как мы с тобой и говорили, что на Инферно оборонят такими девайсами намного легче, чем даже на Датте. Опять же контроль Банана. Банан, да, вот. Привет, пацаны. Привет, смотрите и учитесь. Контроль Банана, сразу поджали, сделали минус. Абсолютно неосмотрительно сыграл Маньяк, который обязан был просто более сейфово, если он идет один туда. Он не имел права там умирать, потому что оставляет своих парней в меньшинстве. Все выходят на Титаны, делают минус, РПК делают минус Олофмейсер, но, тем не менее, Фнатик находится в большинстве. Стоится бомба, у Шоксов позиция очень хорошая, большие пески. И вот отсюда он, я думаю, будет ключевым игроком в этом раунде. Экзистенс при этом спрятался в ветру, в спиду, еле нет, не добивает Пронокса. 28 европей остается Экзистенса. Пронокс уже красный, тем не менее, он Дживи прошел там через ковры, остается на пленте. У нас один лишь РПК, ну и вот что по стрельбе у нас у капитана команды Экзистенс? Как он в этой ситуации не отстрелил Пронокса, я не знаю. Уходит на сейв в шестой раунд для команды Фнатик. Ну и опять же, возвращаясь к игре Энвес против НИП, я могу сказать, что, мол, Энвесы такие, да, опять же, будем делать алогично. Все контролят банан, а мы вот сыграем полностью в закрытый и удивим весь мир. Но в итоге удивили они действительно весь мир тем, что они отдали, скажем так, довольно-таки легкую победу команде НИП, которая просто раскомбинила их очень хорошо. Но, как мы видим, опять же, вот Фнатики показывают все-таки, как играть за диффенс на карте Д'Инферно, и постоянно или чек, или, опять же, вот этот смог. То есть они даже, по-моему, такого смока не кидали. Да-да-да, я вот сейчас смотрю, помню, смолю на Кримса и вспоминаю, что действительно, пацаны даже дымом себя не отрезали, просто сидели вдвоем закрыто на Г. Сразу, там максимум Хаешки кидали и все. Но, то есть НИПы уже в минуту, там, 25 были на машине и, в принципе, могли... Притом они сидели вдвоем, втроем, там легко, они раскидывали гранаты и достаточно заходили. А теперь смотри, вот они, прошло время, да, теперь подтянулся второй, и вот сейчас они начинают комбинить на банане. Они понимают, что вот, в принципе, где-то сейчас уже могут начинать Титаны чекать банан. А Титаны не собираются. Прошло 40 секунд раунд, да, они вообще ничего пока не сделали. Нет, вот пошла раскидка на А, и стяжка на банан. Вот, возможно, это подожди. Флуша отходит, но тут еще один смок есть. Шок заходит в это время на А, там холд на Б, и один человек только на Б. Моментально Кримс делает свой килл, но Титаны делают очень все четко. Они понимают, что человек где-то в смоках, его можно прошить. Флуша выходит на помощь, откидывает моменталочку, забирает РПК, идет дальше. Еще одна флешка по 90, классная игра от Флуши. Ослепил он очень классно смится, но тому повезло. Пронакс умирает на перетяжке, Шок с тем временем забирает капитана команды Фнатик и Джи Ви один против двоих. Джи Ви знает про Шокса, ай, не дождался. Два человека красные, у Джи Ви есть хороший шанс затащить, но он не чекает дальше позиции. Выходит, на смеется, делает свой килл, знает про Шокса. Тот, торопится, откидывает у нас Джи Ви, Галил, как же четко он кидает. А что он кинул, что? Пистолет, не Галил, он кинул пистолет буквой G, то есть он дефузил, а в CSGO, в отличие от Nintendo 6, слышно, когда ты выбрасываешь девайс. И в итоге Шокси услышал дефуз, потом услышал звук выброшенного девайса и подумал, может он отпустил дефуз, взял другой девайс. Переиграл его. Ну и Шокси был красный, он такой, пошел на риск, не пошел на риск. Не, ну если бы он сразу выбежал, но он был красный, он не рискнул. И в итоге Джи Ви взял хороший клатч раунд, идет через ковры. Кстати, интересный раунд у Титанов был предыдущий за атаку, там вот они сидели, 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 а потом раскидали главку, заплатили туда Шокса, стянулись на банан и вот так и получился у них сплит Б. Реально, ну вот такое тактическое исполнение от команды Титан порадовало. Действительно, раунд был хороший, как мы видим, ситуация один на один, чуть не повезло, они его не взяли. Ну, в общем-то, счет 7-3, наверное, достаточно стандартный для Инферно, все-таки это карта защиты и тут должно быть так. Хотя, в предыдущей игре НИПы взяли 10, вообще 10 взяли в атаке, начинали первыми за более слабую сторону. Сейчас опять работают на банане Титаны, там сейчас у нас трое и Кринс делает минус Маньяк, им, наверное, даже не понадобится на самом деле помощь. Кринс регулярно пользуется вот этим, скажем так, небольшим багом CSGO, когда ты можешь кинуть четкий смог под телегу, залезть на нее, тебя просто не будет видно. Или под телегу, или на телегу, в зависимости от того, какой смог кидаешь. Но, опять же, Титаны знакомы с этим и постоянно не пускают туда префайеры, не шьют. В итоге Кринс делает свои минуса. Пронакс просел, уходит, ай, 5 хп и капитан команды Фнатик сыграл очень четко. Откидывает кротель Молотова, в итоге не выйдет человек с ковров, собственно, решил рискнуть. 8-3, пользу команды Фнатик и у Титан нету денег. Только что Титаны, не совсем понятно, в чем была задумка, но суть в том, что они заходили одновременно на две точки. На Б и на А. И при этом их одновременно на двух точках как-то без шансов и приняли. Ну, я же говорю, вот был перед этим предыдущий очень интересный раунд, прикольное исполнение, он там совсем чуть не хватило. Вот, сейчас не совсем понятно, что это такое. Ну, сливают Титаны, при том сливают они, вот опять, даже вот сейчас можно посмотреть. В принципе, смотри, вот они закупаются, продолжают покупать пистолеты, гранаты, а у них остается-то все равно 1500-1600. Ну да, для атаки все-таки это, наверное, там на АК, там на гранаты, может быть, не так много нужно денег. Не, ну они проиграли три раунда подряд, то есть, в принципе, им добавят уже 2500, по-моему, тысячи, поэтому все хорошо. А, три подряд, да. Ну, все равно покупать можно было, не покупать, потому что, если сейчас бы не покупали, потом бы хватило, возможно, на два раунда, понимаешь? Ну да. Там уже плюс-минус, где-то фраг сделал, уже плюс там 300, там что-то как-то еще распетлял, и уже, я же тебе говорю, сейчас слив с блоками, можно, например, два последующих брать, потому что, как ты сказал, да, три взяли подряд, потом будет четыре подряд, ну и, соответственно, потом экономика нормальная, которая позволяет брать каждый раунд. То, чего, в общем-то, они и хотели, и хотят, и очень любят делать, да, постоянно баи. По итогу, что мы имеем? Имеем мы следующую картину. Вон, на бортике стреляется отлично. Продолжает работать, тем временем, выход от Аэкзистенса, а ничего без шансов. Вот так-то оно бывает. Пока что мало получается. Команды Титана, с другой стороны, атака, если все-таки в защите они продемонстрируют крутую игру, может, получится. Посмотрим, тем интереснее смотреть будет защиту. Ну, это факт. Ну, 9-3. Пока нужно Титанам, нужно хотя бы еще два. Тогда можно будет думать о камбэке. Ну, хорошо контролируют. Вот, знаете, продолжают делать то же самое. Контроль банана. Олаф Мейстер пошел, сыграл агрессивно в начале раунда. Сделал минус маньяк. Начинают Титаны. 4-5. И, обрати внимание, они сейчас даже вообще не ждут агрессивного какого-то выпада с того же банана. Дживиса опять делает минус Смитс на ковраг. Еще дальше продолжает пушить. Не попадает. Шокс его убивает. И вот сейчас с бомбой один РПК. Здесь шаткая ситуация для Титана. Вообще видно по тому, как расположен Фнатик, что они, ну, полностью закрыли свою команду. Контролирует ее. Вот Олафу сейчас бы не нужно было бы лезть в этот дым. Он не делает этого. Шокс делает в это время еще один минус. Сейчас тягивает за его... И он встречает в спину РПК, который как раз бомба идет на А. В это время Кримс делает минус на А. Икзистенс отвечает Кримсу. И ситуация один в один. Знает, где бомба. Олаф пытается не политься. Тихонечко заходит в дымок. Заходит в дом. И... Икзистенс не знает, где его соперник. Да, он... Ну, пока уже, наверное, может сейчас... Ну, просто, на самом деле, нужно подождать дымок. И... И бежать. Ну, тут, если честно, у Икзиста шансов... Наверное, немного выходит Олаф, но это титаны тащат. 9-4 подарил... Буквально подарил Олаф Мейстер сейчас своему оппоненту этот раунд. Можно было просто сыграть намного сейвовее. И... Тогда бы все случилось в пользу команды Фнатик. Ну, а так 4 и, в принципе, еще бы 1. Тогда 10-5 счет. Вроде как, неплохой. Да, Олаф абсолютно точно ошибся. Я тебе скажу, непонятно, почему он пошел. Он видел бомбу. Он стоял под таким углом на ступеньках, под которым очень сложно было бы противнику выйти и его убить. Ну, нереально просто. Там очень сложный был угол. Серия разменов. Пуш агрессивный на главку от Титанов. Они занимают очень быстро зеленку. Проходят уже на А. Там сзади и дает им экшен. Но ему тут же отвечает экзистенс. Титан, Смитс минус Пронакс. И стягивается Хелппасс Б. Олаф Мейстер с Кримзом. Тут, конечно, проблемы для Фнатик. Потому что с АВП будет сложно выбить Клэнд. И в большинстве Титаны, если они сейчас не затупят, то раунд могут, конечно же, этот брать. И, в принципе, его нужно брать. Тут нельзя ни в коем случае отдаваться. Нужно каждому игроку сыграть на максимум. Вот Смитс, например, который сейчас находится в больших. Вот он уходит. Да, Фнатики. Ну, значит, по деньгам там не все хорошо. Смотрим. Да, действительно, на последний раунд экономика у Фнатик очень плохая. Ну, вот. Все-таки, видимо, добились своего Титаны. Шатали, шатали. Убивали, делали минуса. И вынуждены на последнем раунде. Ну, вот, хотелось бы, знаешь, что вот я вижу, опять же, заметить. Фнатики, в любом случае, да, уверены в себе. Понимают, что они лучше. Но даже в предпоследнем раунде они все-таки открывают тап и они хладнокровно уходят на сейв. Они понимают, что ситуация такая, что стоит бомба. Да, но они видят... Очень сложно будет. Да, но самое главное, то есть другая любая команда, например, вот Нави. Вот, если бы Нави убивала какую-то команду в хлам, как Титан, да, то есть примерно выиграла первую карту, в 2-3 они бы все равно пошли, потому что, да, что там эти Титаны, мы их убьем, короче. Ну да, сейчас в 2-3 выбьем. Да, в 2-3 выбьем. Ситуация сложная для выбивания, потому что стоит бомба, игроки расположены в разных точках, есть АВП, которая не мобильна при выбивании плента. Да, и абсолютно правильное решение. Играют сейчас плюс девайс, правда, уже Олаф Мейстер умер, но... Это уже другой вопрос. Вопрос дисциплинии, GV отвечает. Олаф Мейстер, GV сделал килл и сделал еще один минус Шокс. Теперь погибает, 9 хп остается у Джаспера, в этот момент выходит на главку парень с командой Титан, но здесь еще 2 человека. Слушай, откидывает ХЕшку, причем ХЕшка довольно-таки неплохая, выходит через СЗ-шку, бомба выпала в арку, он дальше не идет. Уходит на сейв, откидывает флешечку, в этот момент на главке у нас есть экзистенс, у маньяка 40 хп, и у нас зелени по нему есть информация. Крим засоривает маньяка, экзистенс 1 против троих. И благодаря все-таки прошлому сейву, команда ФНАТИК, судя по всему, возьмет 10 в защите, но, кстати, стоит отметить, Титан в любом случае уже неплохо сыграли на Инферно за атаку. 5 раундов взяли, и вот есть какой-то запас. Теперь все зависит от сильной стороны, от пистолетных раундов и, конечно же, вот их, наверное, особенности, да, отдавать ЭКБА. Если они возьмут 1 и не отдадут ЭКБА, тогда все может сложиться в их пользу. Ну, что сказать. На самом деле, 5 не так уже плохо для Титанов, но тут вопрос в том, что какой будет дефенс. И интересно, опять же, последить за командой ФНАТИК, которая будет играть в атаке, начиная с пистолетного. Сенечка, а ну-ка, попробуй предположить или угадать, что будут делать ФНАТИК. Побегут ли они пуш? Ну, опять же, дымные флешки не побегут. Нет, пуша нету. Контроль карты, занимание банана чисто на чек, там как раз 2 человека у Титанов. Я даже больше скажу, наверное, не на Б пойдут, просто положат дым на Хелпу, но пока что законтролят карту. Ну, или если начнут убивать, тогда уже оттолкнуться от ситуации. Ну, начали Титаны неплохо, отпугнули банана, да, оставили одного человека, 2 стягиваются на А, сейчас будет прием на А, там еще при этом есть, смотри, вот хорошая позиция у маньяка в доме, который слушает еще и при этом своих оппонентов. А Титан-то, смотри, как грамотно прочитали оппонента, стягиваются на Аплент, Пронокс потратил свой смог на библиотеку, в итоге двоих человек он обезвредил, РПК нужно переходить, и в этот момент подлавливает его друга, но тут есть маньяк в секретке, его никто не проверял, в этот момент натики заходят через зелень, убивают человека в арке, и примерно понимают информацию, вот тоже, видишь, очень четко, быстро в голове у них сразу же все складывается. Ну, они понимают, да, что на Б, на самом деле, максимум один человек, и они сейчас в трое будут заходить на одного, вот смотри, вот этот размен, и вот он ключевой минус, Шокс, просто вот там на самом деле не повезло, он очень неплохо стрелял, вроде даже попадал, но чё, не повезло. Экзистент был рядом, он вручает очень серьезно, забирает Ронокс, и ситуация 2 на 2, у Джови мало ХП и 2 человека с Банана, бомба совсем скоро будет все-таки установлена. Ну вот, кстати, сейчас нужно очень, маньяк должен ближе играть к экзистентсу, друг с другом должны быть как привязаны, они должны вдвоем сыграть идеально близко. Хорошо, Титаны затащили раунд, несмотря на то, что Шокс погиб на кафеле, очень хорошо, что был экзистентс рядом, он сделал размен, и в принципе маньяк подошел с Банана, в итоге фнатики отдают пистолетный раунд, бомба стояла на карте Д-трейн, в такой ситуации фнатики брали бай, вот интересно на Инферно, будут ли они тоже брать бай? Скорее всего, да, если на трейне брали, я так думаю. Нет, в Терлинг была первая карта, а это вторая. Точно, и не делают, не делают, покупают просто гранаты, кстати, 4 хаешки. Вот опять же, очень грамотное решение конкретно в этой ситуации, у нас есть запас в одной карте, у нас есть неплохой счет за первую сторону, мы сейчас сольем, а потом возьмем макай, у нас будет нормально, зачем качать дисперсию, зачем раскачивать опять, поддавать стрессам свою экономику, вот нормальное, грамотное, взвешенное решение, даже в этой ситуации какие-нибудь те же Титаны и Энверс взяли бы по какому-нибудь там P250, еще может по какой-то гранате, оставили бы себе по 1500, типа, ну нам же хватит на следующий, да? А Снатики в такой же ситуации сделали, ну вот, совсем А при этом сделали килл, еще и сделали. Еще сделали в этом раунде, сейчас будут тащить, у них P250, а если скинутся все в кого-то одного, то в принципе этот человек будет погибать. Маньяк идет у нас на зеленку, играет под флешку, неплохой выпад, делает один минус, второй минус, хороший спрейп, кричит на пистолет, отличная работа от маньяка, Шокс делает свой килл минус промок, счет 10-7 в пользу команды Фнатик, но Титаны берут второй в защите и потеряли они одного лишь РПК, но у Фнатиков есть деньги, они покупают АК-47, вторые арморы и много-много гранат. Ну они грамотно сделали, они потеряли одного, подтянулись сразу же вдвоем со стороны зеленки, под флешку вышел маньяк и за счет просто того, что у него позиция естественно под флешку и он с кольтом довольно легко там развалил, Шокс сидел в больших тоже собрал двоих, ну в общем-то все нормально, и у Бай, у Фнатиков смотрим с чего они начинают. Есть человек в начале банана, тут флюша, но особо экшена нету, но при этом как бы он на себе можно сказать держит сейчас двоих, и Фнатики в это время быстро играют на АДИО от минус Шокс, понимают, что 2 скорее всего на Б, и нужно сейчас большинством типа выходить на А и просто закрывать все вопросы. РПК минус Пронок, очень хорошая позиция, и Смитс в это время минус флюша, это происходит возле дома, отвечает ему Кримс, но у РПК очень хорошая позиция, он здесь может решить все дела для пользы для себя и команды. Ну и Фнатики допустили один маленький фейл, тому первая человека была бомба, в итоге она теперь находится в больших песках, у РПК, как ты сказал, хорошая точка, и соответственно только из-за этого маленького фейла, из-за этой бомбы они вынуждены заходить и погибают. Быстро подтянулся маньяк на плент, остается последний игрок команды Фнатики, это Лофмейстер, один против троих, и затащить будет крайне тяжело, потому что три человека уже на пленте, они откинули еще и смокулов в лицо, поэтому здесь вообще есть смысл засейвить, наверное, свой девайс и уже в следующем раунде разыграть один девайс плюс какие-то пистолеты. Тут, кстати, вот почему так сыграли Фнатик, да, бомба, просто не повезло, что бомба была у первого, на самом деле там же почему они так сыграли, они сделали минус на А и сразу же очень быстро, ну, пошли быстрым выходом, они понимали, что сейчас два на Б и два на А, как в принципе и было, а на самом деле был еще, даже было три на Б, один был на стяжке, он был где-то в районе там Респа, уже были зеленки, и поэтому по динамике очень правильно Фнатики поступали, просто не повезло, и действительно позиция РПК, вот на А, кто держит за защиту А, всегда вот, если есть человек в больших, вот там вот под балконом, то это всегда огромный плюс в фундаменте защиты каунтертеррористов на этой карте. 10-8 для Фнатик. Да, и как бы непонятно вообще, что у нас вот Шокс делал на коврах, он погиб, Фнатики в этом плане выскочили, понимая, что возможно там человек один вообще, они были правы, они его отстрелили, но потом пошли вперед, и благодаря как раз таки... Хорошая позиция опять же РПК в больших песках, да, стандартная, четкая просто позиция, вот большие пески на Инферно, это, наверное, единственная точка, которую нужно вообще всегда занимать, вот невзирая ни на что, всегда круто научиться в больших песках играть, и ты в любом случае будешь полезен своей команде. В итоге, 5 в 3, Фнатики начинают действовать теперь на Б, получают много гранат в лицо, но все равно начинают, по-моему, выходить, уже им, скажем так, все равно, смог не смог, они отталкиваются прежде всего от следующих раундов от своих хороших девайсов. Здесь 9 в пользу Фнатик, Титаны начинают радовать своих поклонников, болельщиков, круто играют в защите, пока что, все складывается. Ну, к слову, Фнатики пока сыграли только один девайсный раунд, и, в общем-то, пока еще ничего не ясно, в принципе, они проиграли пистолетку, ну, интересно, интересно, Фнатики могут, Фнатики камбэчат, Фнатики, 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 Итак, РПК находится у нас под козырьком. Выход на ребра, неплохой размен для команды Фнатиков, Лфмейстер убивает одного G2. G2 не ожидал такой агрессии из арки, хотя, в принципе, тут на этой позиции находиться с банкой в руках не самое хорошее решение. А бомба, тем не менее, устанавливается у нас на Апленте. Смитс под библиотекой. Кримс делает свой минус. В итоге Экзистанс остаётся один против двоих. Экзистанс пушит под козырьком. Пролетает несколько ренат. Ну и пойдёт ли дальше капитан команды Экзистанс? Ну, надо рисковать. Пойдёт, пойдёт, пойдёт. Но два больших исках, и он этого не ждёт. Минус Атронакс 11-9. Фнатики всё-таки берут раунд за атаку. Очень важный сейчас для Фнатиков раунд. На самом деле, вот есть закупка у Титанов. Но если они проигрывают раунд, Фнатики ломают их экономику, набирают 12, и они заставляют потом через раунд, или вот на конец игры уже будет сбита очень сильная экономика. Вот этим вот перехватом, да, сейчас инициативы. То есть, если сейчас опять проиграют Фнатик, то они обязаны будут сливать. А в свою очередь, Фнатики отожрутся по экономике, по деньгам у них всё будет очень даже неплохо. Ну и, кстати, хочется отметить, что всё-таки Титаны за Дефенс, как бы там ни было, они банан контролируют. И там в предыдущем раунде Смит поджал, он двоих убил. То есть, там агрессия всё-таки есть понимание того, что, ребята, нужно контрить банан против этой команды. Ну и интересно, сейчас Фнатики начинают играть медленно. Они будут медленно вычислять своих соперников и, видимо, от этого уже плясать и строить атаку. Пять АК 47-ых. Пара скидки, кстати, проблемы у Фнатик, потому что нету почти гранат, только Пронакс, Лофмейстер, Флешка и Смок, но при этом Живи делает килл. Смитс промахнулся с АВП. В итоге снайперская винтовка достается одному из самых серьёзных снайперов в мире и Живи, конечно же, не собирается это АВП отдавать в руки теперь сопернику. Попытается его ещё и реализовать. Выход на ребра. Халдят стянулся у нас игрок в библиотеку. Шокс заметил под козыком оппонента. Жмёт, но отлично прикрывает тут АВП. А рядом с ним стоит АК 47-ой, который всегда готов выручить. В итоге в больших песках у нас уже находится игрок атаки. РПК зажатся с всех сторон на тюрьме. Отыгрывал, пытался и старался до конца, но не сумел. В итоге Фнатики берут 12-9, а это эко у команды Титан. Только за столько, да, появилась надежда у Титан. Вроде как на какой-то позитивный исход, возможно, на какой-то камбэк. Тут же Фнатики берут 2 раунда и повергают в шок экономику Титанов. И Титаны, ну, очень волевое решение. Смотрю, прям вообще человек с 5500, рука у него там глаз дергался, когда он думал что-то купить. Нет, он что-то купил. Уже 3550 осталось. Или это... А, он, видимо, надропал пистолетом все, я понял. Было 5500, стало 3500. В общем, что хочу сказать, что видишь то, о чем я говорил. Они заставили сейчас Титанов сливать, набирают по раундам, они уходят вперед. И сейчас, опять же, Титаны возьмут раунд, если они следующий раунд проиграют, и это уже можно будет считать ГГ. И очень важно сейчас, кстати, для Титанов, вот именно в этом раунде на пистолетах очень важно сделать минус Ай, попробовать засейвить 1-2 девайса. Это очень будет хороший буст, ну, не буст, а просто хороший запас по экономике. Ну, если честно, очень теперь тяжелая ситуация. Да, как бы вначале все хорошо, взяли пистолетный, круто, взяли первый бай, но вот не хватило им буквально еще одного-двух раундов, чтобы как-то заставить команду Снатик задуматься и заменжеваться. В итоге не потащили они эти раунды, и теперь Фнатики все-таки продолжают доминировать на Инферно, теперь уже за слабую сторону набирают раунды, и причем практически не теряют никого. В этом плане по экономике все хорошо. У Фнатик, если выжил четвером, тогда в следующем раунде даже если Титаны там какой-то экшен проведут, если возьмут, но при этом, опять же, потеряют сами, там двух-троих тиммейтов, тогда уже через раунд будут, опять же, напряги. Но это все в будущем, а в этом раунде Маньяк погибает, погибает также Экзистенс, 13-9 в пользу шведского коллектива, и один из самых важных раундов в игре. Если, кстати, я беру 14-й, тогда и 15-й. Ну а там, опять же, Титаны будут рисковать, потому что 15-й не захотят, наверное, давать просто так, и по экономике наступит борода. А вот оно и будущее, то, о чем ты говорил. И вот, кстати, для того, чтобы не было подобных вещей, вот, опять же, можно брать демку и изучать экономику команды, какие баи она делает в предыдущих раундах, и анализировать то, как эти баи, да, как эти девайсы влияют на последние раунды, да, вот у нас сейчас идет уже игра в заключительную стадию переходит, и сейчас уже экономика, да, у нас намного более важна, чем, скажем, в более начальных раундах, когда уже, ну, то есть ты видишь, что тебе вот на последний не будет хватать флешки, да, например, или там дым, который тебе просто необходим. Поэтому можно, есть чему поучиться. Тем не менее, начинается все неплохо для Титан. Смит сделает первый минус, сейчас подключается к нему Шок, сделает минус у Лофмейстер на главке. Бомба у Фнатик лежит пока еще в доме, но тут не совсем ясно выход. Тут я думаю, что просто попытается с Риф-5 по максимуму из этого микро выжать Фнатики, выпрыгивать Фронекс большие, там РПК на своей железобетонной его позиции снимает, делать минус Кримс, и, возможно, РПК это тот ключ к успеху для команды Титан на этой карте, и именно его позиция против команды Фнатик. Ну, Флушка тут, понятно, что раунд, скорее всего, не затащил, потому что тяжело предпринял он попытку затащить, но Смит был готов принимать ковры, в итоге ничего не получилось. Но, как я уже говорил, Снатики за счет позапрошлого раунда более-менее наладили свою экономику, проиграли один, но все равно есть бай, а это 3 АК, снайперская винтовка, и Галил. Ну, не самый плохой бал, бал, бал уж, настал бал, не самый плохой бай, и смотри, опять вот, Титаны, в отличие от Энвиас, возможно, ты знаешь, они даже посмотрели игру с Непами, ну, знаешь, как проснулись пораньше, такие, идемте посмотрим, как братюни катают. Посмотрели, и такие думают, не, ребят, банан надо контролить, потому что шведы жесткие на банане, и если они будут контролить банан, то игра проиграет. С другой стороны, видишь, Титаны питали за контроль, и то Эго Смит получил прострел, получил хаешку, погибает. Это, вот я тебе скажу, вот раунд, в середине раунда, да, и когда пришли там двое, плюс двое, они пытаются вот как-то... Не, ну понятно, что риски есть, то есть, но это не значит, что и контролить банан не надо. Но все равно, Титаны, Титаны действительно контролят банан, но сейчас они просто вообще втроем на Б, а Фнатики сплитуют в это время А, и там только один РПК в больших, это ключ к успеху Титанов, нужно жить и не умирать, если РПК будет просто халдить, выиграет кучу времени для своей команды, и можно будет что-то нарешать. Откидывает флешку, тут заходят Фнатики на РПК, делают еще один минус, это вот ключ работает, врывается в это время маньяк, делает минус-принг, Шокс в библиотеке снимает плюшу, Аллофмейстер наконец-то находит РПК, и Шокс убивает Аллофмейстер. Браво РПК! Браво РПК, опять вот она позиция, вот она игра человека, в любой непонятной ситуации, смотрите демку. Не, на самом деле, в любой непонятной ситуации, на Инферно занимайте большие пески. Опять же, кто любит играть матчмейкинги на Инферно, большие пески это ключ, ну, по крайней мере, к Апленту так точно, если там научиться круто играть, ты всегда там сделаешь минус 2, поживешь и потянешь время. Особенно на матчмейкингах, потому что на матчмейкингах тебя еще и не будут закидывать, как в про-играх, там куча флеша, коктейлями Молотова, то есть это обычный паб, где ты можешь просто нарулить огромное количество хэдшотов. Кстати, по аналогии с большим плентом, если есть человек, который с большим плентом, с большими песками, если есть человек, который тебе в паре работает на пленте, который тебе саппортит ковры, саппортит 7 за ход, да, то это вообще, ну, то есть тут это связка. А если вы найдете такого еще 3-4 на банане, то можете делать команду и врываться в профессиональный уже киберспорт. Да, и потом зарабатывать на стикерах по 20 тысяч долларов, как это делают команды уровня топ-8. Даже не по 20, а больше. Что их какие 20? Каждый, я имею в виду каждому. Каждый, да. Каждый, да. Итак, фнатики подходят у нас на банан. Начинается раскидка б-планта. Интересная картина разворачивается. Титаны сейчас со временем могут почувствовать силушку богатырскую. Выход. Маньяк делает киллы. Экзистанс погибает. Он тоже забрал одного из оппонентов. Пушивает аг-1 против четверых. И это 12-ый для команды Титан. Полный экот фнатик. У шведов есть деньги. Но, если титаны опять же возьмут 13-ый, опять просядет по экономике фнатик. Но, если фнатик поставит бомбу, тогда все-таки, возможно, нас ждет бай. Потому что фнатики проиграли уже 3 подряд. Это значит, в следующем раунде получат они в районе 3000, плюс бомба это 3800. Ну и плюс те деньги, которые у них есть сейчас, и за киллы. Как-то так. Поэтому бомбу не стоит давать, устанавливать ребятам из команды Титан. Не стоит. Очень важно сейчас, кроме того, что контролировать... Ну, свою экономику, может быть, не так уже нужно контролировать Титаном, как делали они это раньше, но... Агрессия в одном из ключевых раундов. Титаны просто поджимают на сковры. РПК знает, где находятся оппоненты. Вылазят и убивает Пронакса. Последними патронами меняет свое оружие на ка-47. Как же жестко играет РПК. Ничего он не боится. Видимо, он читал твиттер того же Дживи сегодня и вспомнил его слова. Вспомнил, что он чемпион. Да, вспомнил, что он чемпион и просто не ощущает. Теперь команду Фнатик летает по коврам и делает киллы. Флуша один против троих. Посмотрим, а сейчас как сыграет. Он подумал просто, что там эти шведские, ёлкала-палкала, я буду ломать их везде просто. И полностью остается Флюша один в три. Так вот, я закончу мысль по поводу того, что Титаны сейчас должны не только... Понятно, своя экономика, своя экономика. Они должны сейчас оставить Фнатик на последние раунды без денег. И это очень важно. То есть, вот эти все... Каждый килл сейчас, который делают Титаны, он идет в очень огромный плюс экономический. Для Титанов, естественно. Ну и в большее, еще большая польза от того, что это минус по деньгам для Фнатик. И сейчас для Титанов это очень важно. Самим не умирать. И, соответственно, делать киллы. Ну, Флюша один в два. Почему-то у нас Шокс был здесь один. Совсем как-то... Ну, маньяк. Маньяк все контролит. Я думаю, что он должен брать этот раунд. Знает, где Флюша. Флюша на планте оставит бомбу. И вот встреча маньяка. Он убивает Флюшу. Три в один. Ну, в общем-то, должны были. Как бы они там не рачили, или я не знаю, как это назвать. Как бы они коряво не играли. Титаны все-таки три в один обязаны брать ситуацию. Тринадцать тринадцать. И вот он тайм-аут. Да, Фнатик. И вот смотри, сейчас я думаю, что Фнатики по-любому сделают бай и выстраивают стратегию на то, как они будут играть до конца игры. То есть, они понимают, что им нужно взять три раунда, и что соперникам точно так же нужно взять три раунда. Они, наверное, понимают, скорее всего, также, что у Титанов есть все хорошо с деньгами. Они, я думаю, что сейчас анализируют и пытаются понять, как будет обороняться команда соперника в оставшихся раундах. Действительно, Фнатики, ну, тоже вот стоит отдать должное, тринадцать тринадцать, команда, которая явно понимает, да, что она круче, чем Титан. И, опять же, если брать все наши постсоветские команды, они бы сказали, так, мы все равно круче, никакого тайм-аута, тринадцать тринадцать, пойдем сейчас их разорвем. Фнатики же, несмотря на то, что соперник явно слабее, все равно остановились, берут тайм-аут и общаются, думаю, так, нас что-то стали прибивать, там мы что-то не то делаем, вроде как размениваемся, что можно придумать. Ну и сейчас будем смотреть, что же придумала команда Фнатик в этой ситуации. Да, вот ключевое, вот игра переходит в ту стадию, когда Фнатики вроде как и ведут, да, лидируют, там, плюс запас Гандикап в одну карту, но при этом сейчас как раз вот тот момент истины, который, ну, понятно, что будет третья карта, и все равно Фнатик потенциально сильнее Титанов, но тем не менее, можно подарить надежду, и кто знает, может быть Титанов разопрет, они просто потом снесут команду Фнатик, начнет складываться в клатчах, и потом придется просто подрубать флюши или GV для того, чтобы выиграть эту карту. Затянулась у нас пауза, возможно, еще какие-то технические проблемы, а возможно и Титаны тоже решили параллельно что-то обсудить. На самом деле, я думаю, что им тоже сейчас важно это сделать. Кстати, ты видишь, я говорил, что Титаны закупятся, вернее Фнатики, а они не делают ничего. То есть я думаю, что... Они общаются, они сейчас подумают, надо покупать, не надо. Да, они сейчас думают. Я думаю, что купят 3 800. Ну, я тоже думаю, что купят, да. И купят, и сыграют, скорее всего, какую-то тактику развод, мне кажется. Потому что сейчас по идее... Ну, хотя, вот неплохо смотрелись Титаны за дефенс в последних раундах. Действительно, они там и банан контролировали, и это Терпике, которого Перла, который делал отличную работу в больших песках. Возможно, Титаны сейчас чувствуют, у них есть какая-то уверенность, и они ведут игру, и вот пытаются... Сейчас как раз фнатики думают о том, как вот эту их активность немножко сбить, как, может быть, обмануть, перестроить. Ну, интересно, интересно. Вот сейчас ключевые, ключевые вот у нас предстоят раунды на этой карте. Итак, дорогие зрители, продолжаем смотреть Шокси. Отжали паузу. Фнатики готовы, те готовы. Вот тут интересное решение от Флушки. Он взял Галил, все-таки нашифровали какой-то раунд, в котором нужны гранаты. Покупает гранаты Пронакс. Живи взял дым, флешка от Олаф Мейстер, это неважно, это просто он... То есть Олаф с Кримзом будут играть больше от стрельбы, а вот Фуш, от Живи и Пронакс купили гранаты, чтобы сделать какую-то закидочку на тот или иной плент. Ну, Титаны тоже, кстати, общались в любом случае. Они, как я уже говорю, всегда думают, так, те взяли тайм-аут, у них что-то не получается, что же они будут делать, и давайте угадаем, что они будут делать. Давайте подстроимся под вот этот возможный, скажем так, ну, любой, да, тактический раунд. Поставили, скажем, любая команда, когда соперник берет просто паузу, себя ставит на место вот этой команды. И думая тоже, а что же они могут придумать против нас? Вроде как у нас все получилось. И в итоге Фнатики подошли под Аплент. Один ковры, три центр. Флуш контролит банан, и у нас Титаны втроем на банане. Кидается флешка, Флушу дает информацию, что банан прощекали, и Флушу подловили. Вот если бы он все-таки выжил, он бы был чрезвычайно полезен, но он и так дал информацию, что, скорее всего, три человека на Б-пленте. Фнатики начали свой выход. Хорошая флешка от Арпикея, слепила своих оппонентов. Выход от команды Фнатик в арку. Хороший спрей. Размен один на один. Экзистанс действует на виноградниках, играет возле перехода. Тем временем на ребрах есть также игрок атаки. Дистанц забирает живи. Фнатики перестают попадать, перестают стрелять, и это огромный бонус для команды Титана. Вот Мейстер, как только я про стрельбу заговорил, сделал свои все-таки минусы. 25 секунд остается у нас до окончания этого раунда. Кримс один в два. Смотрим. Очень важная клач ситуация. Принципиально важный раунд для команды Фнатик. Прежде всего, ну и для Титанов, естественно. Если они его потащат, они выйдут вперед впервые в этом противостании. Кримс на халпе. Хороший спрей. Делает один. И два минуса. Кримс. Как же он выручает свою команду. Вот когда у Фнатик что-то идет не так, включаются индивидуально сильные игроки. И этот парень затащил. Да он подрубил. Я видел, как прицел дернулся. Ну что сказать. На самом деле, очень неплохо действовали Титаны в этом раунде. Сразу сделали минус на Банане. Фнатики поняли, что там большинство, что их подпушивают. Там два плюс людей на Б. Соответственно, меньшинство на А. Сразу же зашли на А. Пытались через зелень пройти потом на виноградники, туда на Респ. Но там вот случились, кстати, ключевые минуса. К сожалению для Титанов они проиграли этот раунд. Но тут, знаешь, тоже как бы как-то они слишком в линию стали для него. И были достаточно легкой добычей. То есть такое ощущение, что они вот то ли не ждали, то ли не совсем понятно. Ну, такое. Тяжело обвинять там парней тоже. На самом-то деле, умерли они вдвоем. И факт... Ну не, в любом случае, это их фейл. Два в один. Нужно играть... Ну да. Держать немножко дистанцию, скажем так, и не торопиться. Потому что... Ну да, и не подставляться под одну линию, это тоже, естественно, важно. Ну а так фнатики убивают теперь банан и могут стартовать на бэп-лэнт. Не знаю, пойдут ли, потому что в такой аналогичной ситуации, например, на том же дасте они разыгрывали. Хотя идут, идут, кидают флешки. Смитс получает гранату, выходит, стреляется и моментальные киллы. Но при этом есть шок в церкви, его фнатики точно не ждут, хотя могут и слышать. Прилетает смок под Шоксика. Он врывается под катушки, его не ждут. Шокси. Играет тот флеш, который тиммейт. Отлично. Шокси. Хороший спрей. Минус почти 3. Флеша. 1 на 1 против РПК. Ну кто кого? РПК сегодня показал феноменальную игру. Кто кого? Флеша уходит за Б3. Он не видел. Он не видел РПК. Или все-таки знает? Он догадывается. Нет, он по-моему видел все-таки. Да, он знает. И РПК! Какая каешка. 1 хп остается. Флеша, какие важные раунды сейчас в конце титана. Это опять после таймаута, Леша. Короче, да. Опять. Эти ребята, ну что-то делают на таймаутах. Объясняю. Таймаут. Он пишет письмо там или звонит и говорит Вальве, пацаны, помогите. Мы не можем тут разобраться. Надо 2-0 закончить, чтобы потом пораньше все, поехать домой. Говорит, окей, на тебе. На тебе печеньку, тебе печеньку, жри. Сожрал по печеньке. Все, посмотри, они наизичи. То есть титаны реально тащили. Титаны реально показывали игру. Все было нормально. И в какой-то момент снатики берут паузу. Думают, 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 думают. Они, кстати, вот этой вот паузой еще сбивают... Да это какие-то короли таймаута просто. Не знаю. Они берут таймаут и не тащат. Да, когда это нужно. То есть именно в тот момент. Когда это нужно, они берут таймаут и просто начинают разруливать. Притом они разруливают, видишь, в микро. То есть фактически сводится ситуация к 1 на 1, 1 в 2. Ну, что сказать. Ну, наверное, да. Наверное, так должно быть. Везет сильнейшим и сильнейшая, в общем-то, Да я просто в который раз удивляюсь. Это фнатики реально какие-то, ну, короли просто от игры. То есть даже когда... Ну, берут таймауты всегда идеально тоже. Что можно сказать о команде? Нет ни одного провального таймаута. Они, если берут таймаут, они ломают игру соперника и начинают тащить. Отличная работа от фнати. Как всегда. 15-13. Валерный последний раунд. Выход быстрый на точку Б. Маньяка никто не проверил, но все-таки в конце развернулся на спронах. Сверил подсадочку. Смит действует. По деревам не чекает. Хотя стоило, конечно же, проверить. Шокси делает все-таки размен, но РПК и Шоксом вдвоем против четверых. При этом есть запирающий игрок Лофф Мейсер. Заходит в спину. Он, судя по всему, должен убить РПК. Он всталяется с моим монентом. РПК хорошо, но все равно шансов почти нет. РПК погибает. Шокси один против вторых. Действует через Серковь. И фнатики, дорогие зрители, побеждают в этой встрече. Браво! Команда Фнатик. Браво! Чемпионы. Они проходят в полуфинал и сразятся с Virtus.pro сегодня вечером. Мы же уходим на небольшую паузу. Ухо уходит на большую паузу. Следующую карту комментирую я и Crystal May. И, опять же, расписание, наверное, немножко сдвинется. Через полчаса TSM против NIP. Тоже очень интересная встреча. Не уходите, но Ухо с Сэмом закончат сегодняшний день. Это Virtus.pro против Фнатик, дорогие зрители. Не переключайтесь.